МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости и я, Владимир Чубенко. Главные события, факты и комментарии в сегодняшнем выпуске. Дадут воду в течение месяца. Более 130 повреждений выявили в южной части Павлодара. Убийство на рабочем месте. 45-летнего сторожа детского сада зарезал знакомый. Так бывает. Пожарную машину во время плановых учений в школе пришлось развернуть на реальный вызов. Бога любви нарисовали в Павлодарской подземке. Более 130 повреждений на тепловых сетях выявили в южной части Павлодара в результате гидравлических испытаний. Число аварий, говорят, в энергетической компании может быть больше. Работа еще не завершена. Чиновники, в свою очередь, закончить ремонт гарантируют за месяц. Крайний срок 30 мая. Напомню, после гидравлических испытаний по северной части Павлодара выявили 67 повреждений. По южной работа еще ведется, но уже 130 аварийных случаев. Без горячей воды сейчас жители больше половины многоэтажек. Чиновники хотят избежать печальный опыт прошлого года, когда восстановлением занимались до пяти месяцев и делают громкие заявления. Чтобы эту ситуацию избежать в этом году, руководством области, руководством города совместно с Павлодар Энерго разработан план мероприятий. Вот как раз одним из пунктов является этот пункт о том, что мы в течение месяца после гидравлических испытаний должны провести все ремонтные работы. Озвучили даже крайние сроки восстановления. До 25 мая по северу, до 30 мая по югу. Вместе с тем есть и плановый ремонт. Коснется он жителей Усолки, Химгородков. Продолжится строительство ТМ-31 по улице Абая. Тут без отключения горячей воды также не обойтись. Артем Клева, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». За убийство сторожа Яслисада в колонию отправили жители Аксу. Мужчина оказался в дошкольном учреждении поздно ночью по приглашению охранника. Вместе стали распивать спиртное и произошел конфликт, в результате которого обвиняемый схватился за нож. По версии следствия, 40-летний мужчина пришел в Яслисад ночью на встречу со знакомым. Тот трудился сторожем. На территории дошкольного учреждения пили спиртное. Конфликт возник не столь значительный, но алкоголь, по всей видимости, сыграл роковую роль. Охранник получил ножевое ранение, лезвие вошло на 12 сантиметров. Скончался 45-летний паладарец на месте. Как именно это произошло, виновник с толком объяснить не смог. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде решения свободы на срок 8 лет. В соответствии с требованием пункта 3 части 5 статьи 46 Уголовного кодекса отбывания наказания на значение в учреждениях уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. Свою вину мужчина признал. Его обязали также возместить моральный ущерб, в частности 5 миллионов взрослым родственникам и 10 миллионов тенге детям. Приговор в законную силу не вступил. Артем Климат, Сирик Унакбаев, телекомпания «Ирбис». Аллея ветеранов на Суворовском кладбище утопает в грязи. Это недопустимо, особенно в канун праздника Великой Победы, говорят жители Павлодара. Люди прислали видео в социальные сети телекомпании «Ирбис». Эти кадры стали поводом для серьезных обсуждений. Спонсор рубрики новостей и соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Многие могилки еще не убраны, но просто возле одной из могилок, возле двух, можно так сказать, устроили настоящую свалку. Очень печально и больно видеть такое, пишут люди в комментариях. «А кто мусорит в таком месте, знайте, вашу могилу тоже превратят в помойку. Карма, бумеранг, ответка, называйте как хотите». «У людей ни совести, ни чести, у себя убирают, а на чужие могилы кидают». «Кошмар! Чему удивляться? Ездили убираться, и мужчинам взрослым с парнем просто ветки складывали на чужую могилу, а потом еще и мусор, хотя напротив был мусор в мешках. Мой муж увидел парню, сделал замечание. Ответ – убил просто. Мне так сказали». В последнее время в Павлодаре слишком часто стали сбивать людей на пешеходных переходах. Тенденция не очень. Поэтому телекомпания «Ирбис» поинтересовалась у подписчиков, действительно ли есть опасность. «Еще как опасно! Один остановится, а другие несутся!» «Даже на регулируемых переходить опасно!» «Сейчас дорогу переходить очень опасно на любом переходе и в любое время. Очень много неадекватных людей». Какие блюда традиционно готовят вашей семье? В преддверии 1 мая, Дня Единства Народа Казахстана, телекомпания «Ирбис» запускает челлендж. Мощный ролик! Об этом уже размещен на странице irbis.tv. Мороженое. Европейское блюдо? А вот и нет! Это лакомство – заслуга Монголии. Утешевствовавшие через пустыню Гоби монгольские всадники возили с собой коровье молоко в качестве провизии. В холодное время года молоко в емкостях замерзало и взбивалось на скаку. Условия участия просты. Снять на видео процесс приготовления любого национального блюда и прислать ролик нам на указанный номер ватсап. Опубликуем все и покажем в эфире телекомпании «Ирбис». Спонсор рубрики новостей и соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Красота, доступность, качество. А что выбираете вы? Магазин сантехники «Аквамир» предлагает товары для комфорта и домашнего уюта. Вас ждет удивительный мир смесителей, душевых стоек и сопутствующих товаров. Все для канализации, водопровода и отопления. Богатый выбор на любой кошелек. Всех ждут за покупками по адресу abaya110akvamir. Спасибо, что выбираете нас. Учеников школы-лицея номер 16 города Павлодара сегодня эвакуировали. Сработала пожарная сигнализация. Правда, огня или дыма не было. Так педагоги проверили свою готовность в случае чрезвычайной ситуации. Принять участие в учениях планировали и спасатели, однако прямо с места их экстренно вызвали по другому адресу, где произошло настоящее возгорание. Дети на пожарную сигнализацию реагируют по-разному. Большинство сегодня понимали, что тревога всего лишь учебная. Те, кто помладше, воспринимают ситуацию максимально серьезно. Играет даже бурно фантазия. Там пожар! Там вон дым! Там пожарный! В учениях должны были принять участие и пожарные, отрабатывать навыки эвакуации людей с крыши, через окна. Даже выстроились возле учебного заведения, однако настоящее возгорание внесло коррективы в отработку навыков. Генерал Десенова, 22, квартира 29. 12-й этаж на гретое пожарные границы. Спасатели в итоге оказались на настоящем пожаре. В одной из квартир многоэтажек площадь оказалась 1 квадратный метр. Отработали быстро. Впрочем, говорят специалисты, и на учениях в школе педагоги с эвакуацией не затянули. Для эвакуации норматив мы для школ всегда устанавливаем не более трех минут, потому что до прибытия пожарных подразделений, с момента вызова до начала тушения, у них должно быть не менее трех минут до прибытия подразделений. Соответственно, все объекты с массовым привлением людей, у них есть время только три минуты для эвакуации. Расследование по возгораниям в двух палатарских школах еще продолжается, уточнили в городском УЧС. Напомнив, первая предварительная версия поджог, в 28-й короткое замыкание. Кстати, в этих случаях эвакуация также была проведена оперативно. Артем Клева, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Сейчас реклама, и сразу после нее теплая встреча. В областном филиале общества «Красного полумесяца» помогают одиноким матерям. Живительную в каждый дом. Закрыть тему подключения к центральному водоснабжению хотят в селе Павлодарское. Купидон в подземном переходе. Стены подземки решили украсить местные райтеры. И специальная коммунальная сводка после новостей спорта с Артемом Булановым. Скоро продолжим. В приложении «Двагис» вы найдете актуальную информацию о работе организаций и возможностях доставки. Смотрите меню ресторанов и кафе. Делайте свой выбор и оформляйте покупки. Скачайте приложение «Двагис» бесплатно в App Store и Google Play. Национальная лотерея «Сайт Тожолдос» продолжает розыгрыш квартир. Для участия купите телебинго за 2500 тенге. Билеты в точках продаж «Сайт Тожолдос» в отделениях почты или онлайн. Подробности на SZKZ. Число смертей младенцев увеличилось в Павлодарской области. Причины подробно обсудим в студии. Жительница Экибасуза, чей сын обвиняется в убийстве и просит справедливого решения суда. Помогла в потасовке. Павлодарца обвинили в покушении на убийство после того, как в драке сожительница подала ему нож. Смотрите в проекте «Сигнал» на Ирбисе. Уникальную систему очистки воздуха внедрили в крестьянском хозяйстве «Кронагра», которое расположено возле города Аксу. Напомню, местные жители жаловались на запахи, доносящиеся из коровников. Однако после установки газоанализаторов на ферме превышений вредных веществ в атмосфере зафиксировано не было. А после установки нового оборудования воздух станет еще чище. Побывал в крестьянском хозяйстве наш корреспондент. Это самый большой коровник в крестьянском хозяйстве «Кронагра». И уже кроме естественного запаха качественного силоса уловить в воздухе что-то сложно. Еще до установки специальной системы здесь особое внимание уделяли тщательной очистке загонов. А после внедрения нового оборудования ферма станет вовсе экологически чистой. Идет монтаж системы озонирования воздуха. То есть весь поток аммиака перерабатывается через озоновые установки. Очищается и идет более насыщенность кислородом. Устраняет запахи. В крестьянском хозяйстве работают специалисты, которые уже имеют успешный опыт по установке систем озонирования в аграрном секторе. Уверены, запах после полноценного запуска оборудования не распространится даже на метр от загона. Установка прошла удачно. Планировали три дня монтажа, уложились два дня монтажа. Сейчас провели первое испытание, затестировали все показатели, которые мы планировали получить на выходе необходимые. Есть. Сейчас ждем первой экспозиции. Затем настроим режимы. Смысл вообще всей этой установки для того, чтобы очистить воздух в коровнике, чтобы и общее состояние коров было лучше, очистка от аммиака, как я уже сказал, дезинфекция воздуха от болезней, ну и также удаление запаха. Всего в системе 12 озонаторов. Они оснащены мощными вентиляторами для достижения необходимого воздухозамещения в коровнике. Все в предельно допустимых нормах. За концентрацией веществ в атмосфере следит специально установленный газоанализатор. Данный газоанализатор, если быть точнее, система контроля качества воздуха предназначена для непрерывного измерения атмосферного воздуха, то есть наличия в воздухе загрязняющих веществ. В данном случае у нас аммиак и сероводород он измеряет. Транслируются все показания в режиме реального времени на LED-панель уличную, которая находится на фасаде главного здания. С момента установки газоанализатора не зафиксирован ни один факт превышения веществ в воздухе. Идет архивация данных, которые хранятся в течение года. Их готовы предоставить для сравнения экологам. Азамат Айтхалин, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Время экономического блока. Ведущая рубрики сегодня Александра Петрова. Саша, я тебя приветствую. Вот скажи, наши соотечественники частенько жалуются на низкие доходы. Но насколько мы трудолюбивы? Приветствую, Владимир. К трудоголикам казахстанцы не относятся. Здравствуйте. Финпром КИЗ сообщает, в рейтинге стран по продолжительности рабочего времени в прошлом году наша страна оказалась на 93-м месте из 156-ти. В среднем казахстанец занят 38 часов в неделю. Самое трудолюбивое государство – Эмираты. Там показатель 52,5 часа. А более 49 часов в неделю работает почти половина населения. Наихудший уровень занятости в беднейших странах Африки – Либерии, Мозамбике и Эфиопии. Среди стран СНГ больше, чем казахстанцы, работают жители Таджикистана, Грузии, Армении и Украины. А сейчас информация для модниц. Ищите качественную обувь? Тогда вам точно нужно заглянуть в галерею торгового дома «Артур-4». Там, в бутике номер 4, открылся новый отдел женской обуви. Самые актуальные модели турецкого производства – только из натуральной кожи. Комфортные и красивые. В них ваши ноги всегда будут в центре внимания. И в завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит 452 тенге, евро – 472, рубль 5 тенге – 80 тин. И у меня на этом все. Владимир. Благодарю тебя. Это была Александра Петрова. Мы продолжаем. Теплая встреча. Сотрудники областного филиала «Общество красного полумесяца» помогают одиноким матерям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. На этот раз приготовили сертификаты. Для чего? Расскажет наш корреспондент. Вместе хотели ребенка, а потом муж бросил, да еще и выгнал из квартиры. Подобных историй в Павлодарской области десятки. Но сильные женщины продолжают воспитывать детей, а «Красный крест» поддерживает как может. Эти сертификаты предназначены на приобретение продуктов. Мы охватываем по 15 мамочек. В течение квартала ежемесячно мы им выдаем социальные сертификаты номиналом 48 тысяч тенге, на которые они закупают необходимые именно те товары, продукты, которые им нужны, кроме алкогольной и табачной продукции. Также одиноким матерям при необходимости оказывают психологическую реабилитацию. Опытные специалисты помогают женщинам вернуться к полноценной жизни. Артем Буланов, Серико Нагбаев, телекомпания «Ирбис». На 100% закрыть тему подключения домов к центральному водоснабжению хотят в селе Павлодарское. Работа по строительству продолжается второй год. Меж тем, в 2021-м начали возводить дом культуры, который планируют презентовать в ближайшие месяцы. Дом культуры возводить в Павлодарском начали возле Нового ФОКа. Поговорят, место выбрали так, чтобы сделать здесь досуговый центр села. Стены здания уже практически возвели, зал будет рассчитан на 300 человек. Бюджет проекта 750 миллионов тенге. В прошлом году было освоено 100 миллионов, и оставшаяся сумма предусмотрена уже в текущем году. Пока все идет по графику. Здесь у нас будет еще парк, то есть перед самим ДК будет у нас парк. Где-то площадь идет порядка полутора гектаров. В Павлодарском второй год занимаются и строительством водопровода. Проект еще более масштабный, стоимость миллиард 200 миллионов тенге. В 2013 году напорную башню в селе закрыли. Вода перестала отвечать санитарным нормам. По проекту завожено, доводим до участка. Потом каждое физическое лицо самостоятельно подключается. Плюс предоставляется счетчик. На сегодняшний день эта вода требуется. Население готово уже подключиться. Я думаю, все ждут эту воду и 100% все подключатся. Подключить к воде планируют более 2000 домов и 7 социальных объектов. Кстати, заводить коммуникации в дом, говорят в местном Акимате, относительно недорого. Один метр прокладки труб обойдется в 2500-3000 тенге. Артем Клеван, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Окна выбиты, дверь нараспашку. Видео здания по улице Нурмагомбетова 134 прислали в нашу редакцию. Также зритель «Ирбиса» указывает на мусор и заброшенный стадион. Время мобильного приложения. Давайте смотреть. Здание железнодорожного колледжа по улице Нурмагомбетова 134, бывшее Чкало. Стоит бесхозное абсолютно. Студенты и ученики ближайшие в колледже, и ученики школы, они сюда заходят, разбивают полностью. Вандалят абсолютно. И здесь везде мусор. Стадион не убирается. Бесхозное, можно так сказать. Улица Ломова, 181, дробь 6. У нас отсутствует детская площадка. Так как во всех дворах уже есть детская площадка дома, у нас ее нет. Посмотрите, пожалуйста, в советских времен стоят ворота. Здесь вот можно было на этом месте установить, как во всех дворах, площадку детскую. Вот опять Баян-Батыра, 10, 8. Вот у нас футбольная площадка. Вот в таком состоянии у нас футбольная площадка. Вот смотрите, у нас какое футбольное поле. Просим наших чиновников, хотя бы сделали бы футбольное поле для детей. И постоянно здесь, когда дождь, лужа, невозможно играть детям. Пожалуйста. Максима Горького, 37. Напротив садика 120. Прошу обратить внимание. Водоканал. В прошлом году меняли трубы и оставили такую яму. Невозможно проехать. Здесь находится 39-я школа. Здесь максимум Горького 41, дробь в один. Вот дорога. Машины не могут проехать. Спонсор рубрики «Мобильное приложение». Магазин мебели «Гевея ПВЛ». «Гевея ПВЛ». Всегда выгодные предложения. Стильная корпусная мебель малазийского, российского и украинского производителя представлена в «Гевее ПВЛ». Каждая модель индивидуальна. В ней сочетаются красота, надежность и качество. «Гевея ПВЛ» сделает уютным не только ваш дом, но и кафе, рестораны. Для вашего удобства есть возможность приобрести подарочные сертификаты на мебель. Предусмотрена рассрочка, скидки. Все модели в наличии и на заказ. «Гевея ПВЛ». Всегда выгодные предложения. Купидон в подземном переходе появился в Павлодаре. Исписанные стены подземки решили украсить местные райтеры. Присоединился к ним и алматинский художник. Творческие парни призывают воспринимать граффити как вид искусства. А вот тех, кто наносит рандомные надписи по городу, считают вандалами. Единственный в Павлодаре подземный переход украшает в стиле граффити уже не в первый раз. Преображением стен молодые художники занимаются исключительно ради творчества. К сожалению, со временем краска разрушается. И сами горожане начинают писать здесь все, что придет в голову. Алишер Сейтов приехал из Алматы в Павлодар по работе. Местные райтеры предложили поучаствовать в творческом объединении усилий. Парень решил выбрать в качестве темы Купидона. Бог в любви, считает художник, прекрасно вписывается здесь. В Алматы раньше была команда, и концепцию мы выбрали изначально. У нас слоган был «Искусство бывает разным». И как бы хотели донести до людей, что граффити, ну для нашего казахстанского общества, что граффити – это не вандализм. То есть это искусство, поэтому я выбрал более классический стиль, стиль ренессанса. То есть это академический рисунок больше. Райтеры занимаются подобным творчеством в разных частях Павлодара. Они же изображали Виктора Цоя, был опыт с муралами. Говорят, у каждого есть свой стиль, направление. Но объединяет одно – желание сделать город ярче и вызвать эмоции у людей. Руслан Касимов любит текстовое направление в граффити. Понимают не все, но как и в любом виде искусства. Просто хотели порисовать, нашли вот место, где можно более-менее спокойно порисовать. Плюс оно людное, ну чтобы народ видел. А с акиматом, с архитектурой, ну тут уже зависит от того, что мы рисуем. Мы просто уже не первый год рисуем. Стараемся делать красиво, поэтому в принципе негативного мнения нет такого. Ну, разрешают порисовать. В планах у художников полностью закрасить граффити стены подземного перехода. Считают, что это куда лучше, чем просто надписи ручкой от прохожих. При этом призывают павлодарцев сохранить и без того недолговечное творчество. Артём Клеват, Сирикон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Дружба спасает мир, говорят павлодарские скауты. Для школьников поселка Ленинский вместе с представителями Красного Креста они организовали большое приключение. Ребята попробовали себя в роли настоящих исследователей, а также узнали, как заваривают ароматный походный чай. В поселке Ленинский очень веселые ребята, а главное дружные. Квест, организованный скаутом, они преодолевали как настоящая команда, а также участвовали в других играх и конкурсах. Самые находчивые получили специальные призы. Это мероприятие является начальным этапом нашей деятельности. В дальнейшем участники команды смогут попытать судьбу в выигрыше первого, второго, третьего места. За первое место у участников будет возможность посетить лагерь Денджасыбай. Второе место будет обучающего характера, мастер-класса. И третье место также обучающего характера мероприятия. Много игр, развлечений, потом много эмоций, командная работа. Здесь нужна сплоченность, чтобы каждый был вместе. Также для школьников организовали несколько познавательных семинаров, рассказывали, как вести себя в экстремальных ситуациях. Артем Буланов, Серико Нагбаев, телекомпания «Ирбис». В Владаре завершился региональный турнир по математике. Помериться знаниями в вычислениях собрались школьники с разных городов Казахстана. Кто в итоге оказался сообразительнее, знает наш корреспондент. Нешуточные баталии развернулись среди учеников 7-8 классов. Правда, бои математические. Но в отличие от обычной Олимпиады, где каждый сам за себя, здесь за честь школы сражаются командами. Решают нестандартные задачи, а после защищают свои выводы. Для победы нужно выстроить стратегию. Даже если детям кажется, что задача решена верно, в роль вступают оппоненты. И поэтому здесь появляются каверзные вопросы, которые задать могут не только оппоненты, но и жюри. И поэтому исход боя не ясен до самого конца. Но в принципе, в целом, всегда побеждает математика. В Павлодарской области математические бои проводят уже более 10 лет. При этом Олимпиада не теряет популярности. В этом году участвуют 16 команд. Не только из нашего региона. Приглашены ученики из Нурсултана, Караганды, Усть-Каменогорска, Актобия. Для самих ребят встреча лицом к лицу с соперниками дает больше азарт. После долгого застоя в Олимпиадном движении, это одна из самых первых оффлайн-олимпиад, которая помогает вспомнить то самое Олимпиадное движение. И поэтому эта Олимпиада, с моей точки зрения, хорошая. Помогает ласкрыть потенциал каждого. Несколько лет подряд Гран-при Олимпиады забирали ученики 8-го лицея. В этот раз Большой кубок также завоевали повладарцы. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». В Казахском музыкально-драматическом театре премьера сыграли спектакль по пьесе Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». Это произведение было написано еще в 80-х. Режиссера поразило то, что тема до сих пор актуальна. Какая, расскажет наш корреспондент. Спектакль репетировали два месяца, задействована пять актеров. Зрители максимально окунулись в историю, ведь они были на сцене вместе с актерами. Спектакль камерный, спектакль очень сложный, психологический жанр, психологическая драма. Здесь каждый нерв, каждая деталь, каждый изгиб актера души. Это очень так трогает, потому что вы, зритель находится рядом с актером, он вместе с ним переживает. В спектакле подняты вопросы морали и совести. Простая сюжетная линия цепляет за душу. К учительнице математики пришли студенты, чтобы решить вопрос с экзаменами. И тут зрители задумаются, как далеко сможет зайти человек ради своей цели. Премьера будет идти до 30 апреля. Азамата Итхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Городской турнир по национальной игре «Казхок» прошел в Павлодаре на базе школы имени Музафара Алимбаева. Создали вид спорта на основе старинной забавы кочевников. Подробнее в нашем материале. О старинной игре вспомнили павлодарские преподаватели истории. Вот так в старину будущие батыры отрабатывали тактику ведения боя, атаку и оборону. Только в центре круга был казан. Если детей так готовили, чтобы они умели уверенно защищать свой очаг, так как время было, конечно, очень тяжелое. С этим эту игру они в детстве играли. Мы по некоторым источникам, опираясь на них, сделали более усовершенственный вариант. Сегодня в «Казхок» сыграли ученики 8-9 классов. На поле две команды по пять человек. Каждой дают пять минут на атаку. Задача – попасть мячом в импровизированный казан. Очень такая командная игра, очень интересная, прям подвижная, очень нравится. Игру авторы запатентовали. Они отмечают, «Казхок» способствует как физическому, так и духовному развитию детей. Поэтому рекомендуют проводить такие турниры в школах. Азамат Идхалин, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». К нам в студии присоединился ведущий спортивных новостей Артем Буланов. Я тебя приветствую. Слушай, ну ты действительно по-настоящему эксперт в казахстанском хоккее. Слышал я, что впервые за пять лет чемпион Казахстана определится только в седьмом матче. Это так? Здравствуйте, дорогие зрители. Привет, Владимир. И спасибо за такие добрые слова. Действительно, это так. Сыра Аркай и Орлан устроили невероятный триллер. Позади уже шесть игр. И сейчас счет в серии 3-3. Все решится в Караганде. Вот как. А еще больше спортивных новостей. Через мгновение. Дождитесь и не переключайте. Психолог сегодня у меня в студии. Татьяна Кравцов. Ускрываете ли вы свой возраст? 30. Простите, 43. Мне приходится смотреть на меня, на мои туфли, на мою улыбку. Он хочет, чтобы ему стало легче. Я бы слукавила, если бы вам сказала, что мне это дает только чувство морального удовлетворения. Это дает деньги. Максимум информации, которую можно дать, замужем счастлива. Разве не достаточно того, что у меня все хорошо? Нужны какие-то интриги, нужны какие-то размышления. Вы нравитесь себе в зеркале? Конечно. С одеждой было 56-500. Нравится? Нормально. Рост? Метр 70. Худая. А пластическую операцию планируете? Я уже все сделала, и все у меня в порядке. Проект «Откровение» и «Я». В эту субботу на телеканале «Ирбис». Я сейчас скажу честно. 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 Волейболисты Иртышского района, победители любительской лиги. Теперь им предстоит защищать честь региона на летних народных играх. В Павлодаре завершился чемпионат области, который в этом сезоне провели в новом формате. Турнир начали 11 команд, финишировали только 10. Из-за финансовых трудностей сошли с дистанции щербактинцы. Серебряными медалистами стали хозяева соревнований «Улан». Упорная битва развернулась за бронзу. Специалисты высчитывали даже соотношение партий и нескольких сборных. В итоге «Б» на улице в тройке сильнейших. А вот футболисты из «Аксу» сумели отстоять звание чемпионов. «Аксу! Аксу! Аксу!» Две лучшие команды возрастной группы «Ю-13» сошли с финальным матчем. У гостей «Аксу» правда регалий побольше, чем у их визави. Они действующие чемпионы области и бронзовые медалисты первенства республики. Начало встречи осталось за воспитанниками спортшколы «Иртыш», но реализация подвела повладарцев. Футболисты «Металлурга» перехватили инициативу. В атаке они оказались более хладнокровными. Хит-трик оформил Игорь Костырин, а итог поединка 4-0. Да все на одном уровне были. Хорошие игроки были, хорошие команды. Характера не хватило, наверное. А так к следующей области хорошо подготовимся. Первое место займем. Мы тренировались, чтобы выиграть чемпионство. Конечно, были достойные соперники, но нам удалось сохранить чемпионство. В прошлом году и в этом году мы выиграли. И постараюсь в следующем году выиграть также. Футболисты из АКСУ – двукратные чемпионы области. В этом году они снова представят регион в первенстве республики. Соревнования пройдут в Павлодаре. А в матче за третье место команда «Иртыш-2» встречалась со сверстниками из Экибастуза. Гости были сильнее, а не обладатели бронзовых наград. Один из главных международных турниров года в Казахстане собрал лучших мастеров и их учеников. Представители классического стиля шотокан-карате оспаривали медали чемпионата Караганда Оупен. И здесь равных не было звездей этого спорта из Павлодара. Валерии 19 лет. 11 из них она отдала шотокан-карате. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Для девушки это не просто спорт, а настоящий стиль жизни. В будущем планируют и сама преподавать, учить детей правильным вещам. Медали я уже свои давно не считаю. Там их больше 50, наверное, даже не знаю. Да и какая по счету, я не знаю. В принципе, для меня сейчас главное не количество медалей, а мой результат. Мне главное, чтобы я была довольна своим результатом. Смотря на чемпионов мира, есть мотивация становиться лучше. Это большой труд тренеров, федерации. Опять же, НОК тоже довольно-таки сильно помогал. Поэтому команда и выстрельнула. То есть была проделана очень огромная работа. И этот уровень не снижается. Проходил в Алма-Ате, проводили чемпионат Азии. Именно каратисты Дархана Садилов и Софья Берульцева принесли Казахстану медали Олимпийских игр в Токио. Для поводарских ребят это огромная мотивация. Еще две золотые медали в Караганде завоевали Анжелика Беневская и Фархад Оспанов. Я хочу дойти до черного пояса и стать чемпионом мира. Я думаю, мне просто не хватило упорства. Я думаю, я просто мало выкладывался на своих тренировках. Мама отправила меня заниматься каратэ. Так, спустя месяц я решила остаться и решила идти дальше и дальше. Серебро у Аилы Мсрамонтаева, Егора Ловкина и Ильи Попова. Впереди еще больше интересных соревнований. Крепкое мужское рукопожатие отличает жителей нашей страны. Сборная Казахстана выступила на чемпионате Азии по армрестлингу. Соревнования завершились в Узбекистане. Главными звездами турнира стали Павлодарцы, Илья Стахер, Мурат Исаканов и Ержан Самогулов. Выиграли золотые медали в противостояниях на правой руке и серебряные награды на левый. Результат более чем солидный. Впереди первенство мира, где наши батары также смогут показать себя. А маленькие боксеры Павлодарской области уже покоряют крупные соревнования. С такими наставниками просто невозможно остаться за чертой призеров. Вот это и есть тренерское искусство. Сделать так, чтобы ребенок хотел заниматься этим видом спорта. Создать условия и увлекательную программу. Наставники – это пример для детей. В этом зале бокса идет слаженная работа. Позади серия выездных турниров. Покатались по турнирам. В основном уже отвозил. Потом вот недавно ездили в Экибастуз. Там турнир прошел городской. Вот ребята заняли третье, второе место. Первых пока там не было места. Ребята вот только начали свои поездки. То, что как молодые еще спортсмены, юные. Амирали Ажибаев и Максат Рамазан вошли в тройку лучших боксеров турнира. У них большое будущее, говорят наставники. А самые важные победы еще впереди. Подвели итоги и обозначили планы на предстоящий сезон. Областная федерация лыжных гонок провела встречу, где все вместе. Наставники, спортсмены и судьи, а также представители родительского комитета обсудили ряд проблем и как их решить. Несмотря на многие трудности, а специалисты не скрывают, отчасти начало сезона получилось провальным. Команда не смогла провести полноценный тренировочный сбор в Щучинске. И выступления повладарцев считают безупречным. За плечами Ирины Быковой главный старт Олимпийские игры. Здорово год провели наши молодые лыжники. Они побеждали на республиканских и международных турнирах. Боролись даже с более опытными соперниками. Призовых, конечно, не получилось. Там очень сильные. А так, самый лучший на чемпионате молодежном был 35-й. В команду, в принципе, привез очки. На чемпионате Казахстана был четвертый на индивидуальном спринте. Не хватило немного сил уже под конец. Ну и на стафете выложился как смог. Показал лучшее время среди конькового хода. Ставки будем делать на этих уже. Так сказать, на обкатанных ребят, которые участвовали и в международных соревнованиях, и здесь, на нашем уровне. Ну и плюс, всегда есть таланты, которых надо заметить и вовремя направить в нужное русло. Таланты эти есть. Их видно. Единственное, надо их немножко подковырнуть и с собой забрать и направить. На встречу подвели итоги сезона и наградили особо отличившихся номинаций. Было несколько лучших тренеров, спортсмены, паралыжники, судьи и ветераны спорта. Отметили даже самых активных родителей. Здорово, Александр Васильевич. Сегодня мы решили очень вовремя планировать для сельских лыжников и лыжников службы. Ну и проблемы. О них тоже говорили. Вопросов накопилось множество. Главное – ужасное состояние роллерной трассы. Острая нехватка инвентаря, особенно для сельских сборных. И, конечно, потеря одного из важных турниров. К большому сожалению, инфраструктура лыжной базы далеко не современная. Потому традиционно проводимый в Павлодаре юношеский чемпионат Казахстана теперь принимает другой город. Это были новости спорта, но с вами мы еще не прощаемся. Переходим к нашему специальному информационному блоку. Переходим к нашему специальному блоку. Переходим к нашему специальному блоку. Переходим к нашему специальному блоку. Сегодня из-за аварии на сетях по адресу Толстого, 84, воду отключили в этом доме, а также в еще семи ближайших строениях. Срок устранения повреждения в компании «Монополисты» не сообщают. Из-за планового ремонта электрооборудования света не было в девяти многоэтажках по улице Павлова и одной по Малайсары-Батыра. Завершить работы должны были к пяти вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова